МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Постоялся очередной матч в рамках чемпионата России по мотоболу. Через 2-3-4 года эта команда может бороться за призовое место. В учебных заведениях Ленинского городского округа прошли выпускные вечера. Наши съемочные группы побывали на торжественных вручениях аттестатов о среднем образовании в художественно-техническом лицее и школе номер 5 города Видное. Позади череда волнительных экзаменов. И вот наступил долгожданный выпускной. В этом году в Видновском художественно-техническом лицее более 70-11-классников получили аттестаты о среднем образовании. Среди них два медалиста и один стобальный результат на едином госэкзамене. Конечно, гордость, большую гордость за наших ребят. И такую грусть, потому что я расстаюсь с замечательными ребятами. Это грустно. Повзрослевшие, нарядные, немного грустные, счастливые одновременно. Ведь школьная пора подошла к своему красивому завершению. С самого утра я очень сильно волновалась. Мне прям... Я очень долго ждала. Прям очень долго. С самого первого класса. В этот вечер юноши и девушки вспоминали свои учебные будни и говорили много слов благодарности учителям. Учителя все у меня любимые предметы, биология. Что хотите сказать любимому учителю? Спасибо за все. Помимо аттестатов, выпускникам были вручены грамоты и награды за активное участие в жизни школы. Дмитрий Парамонов проявил себя в творческом направлении. Я занимался больными танцами. В школу ходил, конечно, не очень часто, но в танцах преуспел. Необыкновенно волнительным этот день стал и для родителей 11-классников. Для нас это очень торжественный момент. Мы, конечно... У нас старший ребенок, первый наш выпуск, поэтому... Мы поздравляем. Он у нас молодец. Очень хорошо закончил, хорошо сдал экзамены. Надеемся, что поступим. Вуз мечты. Мы счастливы. Сегодня такой торжественный день, который не могли не посетить. Отменили все рабочие свои моменты. И здесь. Поздравили ребят с окончанием школы, представители администрации и советы депутатов Ленинского городского округа. Всегда идите за мечтой. Да, для родителей сегодня день, когда они могут выдохнуть и чуть-чуть набрать воздуха и дальше сопроводить вас в институты. И туда, куда вы пойдете, и путь будет нелегким и непростым. Но я уверен, что если есть желание и стремление, у вас все-все получится. В такой же торжественной обстановке получили аттестаты и выпускники второго корпуса видовской школы номер пять. Мы, когда выпускаем детей, всегда это очень грустно, потому что уходит самое лучшее. Но, видимо, так и должно быть. Школа для этого существует, чтобы каждый год выпускать новое поколение, возрастную жизнь. На смену этим выпускникам придут другие выпускники. Тоже не менее лучшее. Большое спасибо учителям. Они все-таки все эти годы нескончаемые, как думают ученики, были с вами рядом. В семье Ткачевых уже вторая выпускница, окончившая школу с медалью. Мама Юлия поделилась секретом успешной учебы ее дочерей. Воспитание. Твердая рука папы и ласковая рука мамы. Все. Одиннадцатиклассники признавались, что ждали выпускной вечер с нетерпением и тщательно подбирали образы, чтобы быть самыми красивыми и оригинальными. Я сегодня выпускница в первую очередь. А так, ну, просто такой образ у меня. Очень много эмоций. Это, конечно, воспоминания. Буду вспоминать всю жизнь. Познакомилась с друзьями. Первые друзья здесь были. Ну, не знаю. Это опыт, в первую очередь. Что дальше? Дальше? Куда? Куда? Дальше только вперед. Только вперед. Только за новыми знаниями. Будущее. Прекрасная пора детства позади. А сейчас наступило время идти вперед и покорять новые горизонты. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Они ждали этого дня с нетерпением и волнением, с надеждой и опасением. Ведь впереди столько заманчивого и вместе с тем неизведанного. 949 выпускников Ленинского городского округа отправились на свой последний школьный бал. Праздник состоялся во дворце спорта «Видное». Татьяна Брылова расскажет подробнее. Казалось бы, школьный выпускной – классика жанра. И все же у каждого он свой, особенный. Таким и запомнится на всю жизнь. Волнение, переживания, мечты и, конечно же, планы. Школа для меня – это был огромный путь, который мы преодолели. Очень большой, дружной командой, учителя, ребята. И это были самые незабываемые эмоции. Потому что это были уроки и перемены, двойки и пятерки, победы и падения. И все было классно. Я надеюсь поступить в высшее заведение, в медицинский университет. Надеюсь, что у меня все получится. Поступить в университет и пойти одновременно работать и уже обеспечивать себя самой. Какая бы ни была школа, городская или сельская, большая или маленькая, каждый выпуск обязательно оставит след в памяти педагогов. Каждый выпуск – это частичка моего сердца. Потому что в каждом у него вкладываешь то, что он дальше понесет с собой. Для меня они, как мои родные дети. И для любого директора остается память, своя память о каждом выпуске. Она неповторимая. Она не одинаковая. На выпускном вечере, который администрация Ленинского округа организовала для ребят во Дворце Спортовидное, вручили аттестаты и медали отличившимся в учебе выпускникам. Не все еще на тот момент знали результаты своих экзаменов. Но все же итоги в 2022 году не могут не радовать. Сегодня 11 классов закончили и получили аттестат о среднем общем образовании 949 выпускников. Это внушительная цифра. Мы с каждым годом прирастаем количеством выпускников. А если говорить о значимых результатах, то среди них 75 претендентов на медаль, на получение аттестата с отличием. 9 ребят сдали единый госэкзамен на 100 баллов. Среди них выпускница Видновской школы номер 1 Елизавета Белоус стала мультистубальницей, получив высшие результаты по русскому языку и истории. Всех виновников праздника поздравила заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Пусть дальше, каждый следующий этап будет счастливым, успешным. И будьте здоровы, ребята. А мы за вас будем радоваться. Будем смотреть и будем понимать, что все, что вложено в ваши сердца и в ваши головы, педагогами школьного этапа, все востребовано, все ведет вас в светлую, счастливую завтрашнюю жизнь. По традиции, выпускники подготовили прощальный танец, в котором отразился тот самый переходный момент от детства к взрослой жизни. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Теплые слова поздравления, улыбки друзей и праздничный салют – это навсегда останется в фотографиях, видеороликах и в памяти каждого, кто уже завтра отправится покорять новые вершины знаний. ПЕСНЯ Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ ОКРУГ ВОЗМОЖНОСТИ Под таким названием «Видном» прошло праздничное мероприятие, приуроченное к Дню Молодежи. Спортивные конкурсы, интересные мастер-классы и, конечно, концерт с дискотекой. Наша съемочная группа запечатлела самые яркие моменты праздника. В последнее воскресенье июня по всей стране традиционно отмечается День Молодежи. В нашем муниципалитете он начался еще ранним утром на стадионе «Металлург», где все желающие могли попробовать свои силы в стритболе. Стритбол или уличный баскетбол появился в 50-х годах прошлого века. На площадке всего по три игрока от каждой из команд, да и сама зона игрового поля – это всего лишь половина от обычной баскетбольной площадки. В остальном же здесь все как в баскетболе. Для победы нужны высокие скорости, меткие броски и слаженный коллектив. Всего на площадку вышли четыре мужских команды, три женских и семь подростковых. В Ленинском округе стритбол стабильно популярен и с каждым годом появляется все больше новых игроков. Это любители, просто люди, которые всю жизнь, по сути, играют здесь на улице, на различных площадках. Ну и приходят ребята из «Спартака», из «Видновского». Видновская команда «Юность» в упорной борьбе заняла второе место. Ее капитан Руслан Матюхин в спорте уже много лет, но в теплое время года он всегда выбирает стритбол. Динамично очень, времени мало, нужно быстрее соображать, думать и принимать решения, соответственно, побеждать. Очень спортивно было и у кинотеатра «Искра», различные марафоны, зажигательная аэробика, теннис, единоборство, фехтование, штанга. Каждый участник праздника нашел себе занятие по душе. Пока одни гости соревновались, другие творили и созидали. На различных творческих кружках и мастер-классах можно было дать волю своей фантазии. Вот и самые юные рисовали, причем на соленом печенье. Съесть его нельзя, а вот использовать как холст очень даже. Это экологично, это безопасно, это экономично и это очень развивает детскую фантазию. Торжественную часть праздника открыла заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Это та молодежь, которая абсолютно точно знает, от них зависит и то, что будет завтра, и то, что сегодня. Это те люди, за спинами которыми нам, молодежи 70-х, 80-х, ничего не страшно. Мы им доверяем, мы в них верим и точно знаем, что дорога еще большая и нет ей конца с праздником. В этот день многие виновники торжества получили почетные грамоты и благодарственные письма за активное участие в жизни муниципалитета. Среди них волонтеры, студенты, молодые педагоги, специалисты по работе с молодежью. Всегда быть позитивными, поменьше вестись на общественное мнение, всегда иметь свое мнение, любить свою родину, свой родной край, Подмосковье, Ленинский городской округ. Молодежь у нас хорошая, пусть остается такой всегда. Да, какая у нас сейчас молодежь? Шикарная, лучшая в мире, пушка. Отлично, просто все прекрасно. Молодежи лучше не бывает. Я думаю, молодежи эмоции переполняют. Витнамская молодежь лучшая. На праздники молодости и веселья побывали люди разного возраста, ведь неважно, сколько вам лет, главное – состояние души. Завершился праздничный день веселым концертом, дискотекой и салютом. Завершился праздничный день веселым концертом, дискотекой и веселым концертом, дискотекой и веселым концертом. Екатерина Коваленко, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Необычным образом решили отметить День молодежи в поселке совхоза имени Ленина. Сотрудники муниципального центра культуры провели здесь караоке-баттл. В нем приняли участие певцы со всего Ленинского городского округа. Следила за битвой голосов и наша съемочная группа. Выступающим подпевал Максим Козлов. Два соревновательных дня, три тура, 12 участников из различных поселений округа и, конечно, хорошее настроение. Караоке-баттл характерен тем, что зрители имеют возможность подпевать участникам. Несмотря на то, что в битве принимают участие любители, их исполнительский уровень довольно высок и судьям приходится нелегко. Каждый по-своему талантлив, каждый по-своему личность и показывает свои сильные стороны. И при этом нам нужно рассудить, отправить кого-то на следующий год, а кого-то в следующий тур. Поэтому для меня было очень сложно оценивать. Финальный день соревнований совпал с празднованием в поселке Дня молодежи. А потому здесь можно было не только в волю попеть, но и угоститься сладкой ватой, нанести аквагрим, заняться несложным рукоделием. Мы делаем сердечки с пожеланиями. Прекрасное будущее. Мини-сердечки. Всем они интересны, объемные. А что за желания? А у каждого свое. Я не знаю. Кто признается в любви, кто желает еще каких-то приятных событий друг к другу. Я не знаю, я не подсматриваю. А тем временем на сцене участники финала сражались за сердца поклонников и благосклонность жюри. В итоге победителем стала жительница поселка Володарского Ирина Воскобойникова. С песенным творчеством ее жизнь не связана. Ирина заканчивает медицинский колледж, а поет исключительно для души. Девочки, мальчики все талантливые, все музыкальные. Вот. Ну не знаю, прям было очень приятно с ними соперничать. Может где-то была я лучше, может где-то они были лучше, но это была просто очень приятная борьба. Первый караоке-баттл в Центре культуры поселка Совхоза имени Ленина провели еще в 2019 году. И судя по ажиотажу, который он вызвал, планировалось, что песенный праздник будут устраивать каждый год. Но потом карты организаторов смешал коронавирус. Очень надеемся, что этот конкурс станет ежегодным таким уже и будет, так скажем, охватывать географию побольше. Мы надеемся, что из других городских округов будут люди приезжать. Из Москвы приезжают. Главное, чтобы нам в будущем ничего не помешало этот конкурс проводить. Ни погода, ни другие какие-то внешние факторы. Конкурс был организован при поддержке общественного движения «За совхоз, за людей и за достойное будущее». Максим Козлов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В «Видном» состоялся очередной матч в рамках чемпионата России по мотоболу. На домашнем поле «Металлург» встретился с командой «Заря» из Краснодарского края. О ходе игры и ее итогах расскажет Юлия Погасьян. Жаркий летний вечер болельщики команды «Металлург» провели на стадионе, где стали свидетелями еще одного захватывающего матча в рамках чемпионата России по мотоболу. Сначала соперники из Краснодарского края выбрали достаточно жесткую тактику поведения. На первых минутах травмировали нашего вратаря, задев ногу мотоциклом. В «Видновщине» же для себя предпочли более расслабленную манеру игры, так как команда «Заря» не является для них сильным соперником. Игроки достаточно молодые и пока неопытные. Соперник сегодня приехал все-таки не в полном составе. Мы об этом знали, что не будет некоторых игроков из основного состава у «Стременской «Зари». И, как мне показалось, все-таки сегодня ребята играли в эконом-режиме. Не было каких-то сверхскоростей, то есть такой был размеренный мотобол, без особых страстей. Но ребята понимали, что, скорее всего, будет содержана победа. На большой перерыв команды ушли со счетом 4-0 в пользу «Металурга». Как отмечают бывалые болельщики, счет не так уж и велик. Несмотря на свою молодость, соперники из «Староменской» крепко держат оборону и с каждой игрой становятся опытнее. С любой командой, с любой, какая бы она ни была, даже она по рейтингу, естественно, гораздо ниже «Металурга». Но, тем не менее, любого соперника надо уважать. «Зари», я думаю, команда перспективная. Во-первых, она тоже на бюджете Староменского района Краснодарского края. То есть команде помогает. Глава заинтересован, совет депутатов. И очень много молодежи. Я думаю, что через 2-3-4 года эта команда может бороться за призовое место. Который матч ведновчане играют без капитана, одного из именитых мотоболистов Владимира Сосницкого. На втором матче чемпионата он получил травму и с тех пор только в роли зрителя. Я думаю, что 28-го я должен уже участвовать с командой вместе. Вот, уже соскучился. Гипс сняли. Сейчас потихоньку начинаем тренировочный процесс. Кроссбегаем, в зал ходим. Потихоньку разрабатываем. Осталось один раз снимок сделать, чтобы удостовериться, что все срослось, все хорошо. Во второй половине встречи игрокам команды «Заря» все-таки удалось забить у орота видновчан пару мячей. Но разрыв был достаточный, чтобы не волноваться. Итог игры 7-2. Пока у «Металлурга» на чемпионате 2022 года ни одного поражения. Это действительно наша гордость. Это наша визитная карточка. С одной стороны, мы понимаем, что это не простой вид спорта, технический, такой вот, знаете, отчаянный. Но, с другой стороны, мы сегодня с большой радостью отмечаем, что у нас сегодня есть достойные соперники. Чтобы «Мотобол» жив. Ну, были годы 90-е, там осталось несколько команд. Сегодня Ставропольский край, Краснодарский край, Владимир Искрёдов. Мы, ну, то есть, уже как-то возрождается это хорошо. Впереди у «Металлурга» самые важные игры. Одна из них состоится 28 июля на домашнем поле. В «Видновчане» встретятся со своим главным соперником – командой «Колос» из Ставропольского края. Юлия Пагасян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания.